Стучать ночью в дверь и угрожать теперь не будут. С 1 февраля вступят в силу поправки в федеральный закон, который регламентирует взаимодействие должников и коллекторов. Последние теперь не смогут использовать грубые методы работы с должниками. У неплательщиков, в свою очередь, появятся новые способы общения со сборщиками денег. С основными изменениями нас познакомит Екатерина Дворникова. В новой редакции федерального закона обозначено время, в которое коллекторам нельзя будет беспокоить должников. В рабочие дни с 10 вечера до 8 утра, а выходные и праздничные дни с 8 вечера до 9 утра. Навещать лично неплательщика можно будет не чаще одного раза в неделю. Звонить по телефону не чаще раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз за месяц. Также коллекторы теперь смогут звонить с помощью автоматизированного интеллектуального агента. Такой разговор будет записываться, а должник имеет право переключиться на общение с живым человеком. Общаться двум сторонам можно будет теперь и через госуслуги. По новому закону коллекторы не смогут работать анонимно. В начале общения они обязаны сообщить должнику имя и индивидуальный идентификационный код, а также сведения о наличии и размере просроченной задолженности. Психологическое давление на должника недопустимо. Эксперты считают, что такие изменения обоснованы. Для должников эти изменения носят где-то косметический характер, упрощают взаимодействие с коллекторами. Для коллекторов, конечно, это изменения кардинальные. Они должны числиться в государственном реестре. В фирменном наименовании должно быть указано обязательно, что это профессиональная коллекторская организация. Они должны взаимодействовать с Федеральной службы судебных приставов. Эти правила, по словам адвоката, теперь будут распространяться на банки и на микрофинансовые организации, которых в нашей стране больше тысячи. Первая причина всех проблем у нас не в коллекторах, а в том, что достаточно легко было взять в долг, особенно у микрофинансовых организаций. Порой до сих пор разрешены проценты в районе 292 годовых, то есть это легальная ставка. А обслуживать такой долг в реальности ни один человек не может. Ограничение деятельности коллекторов – это хорошо. Но плохо, что до сих пор можно выдавать кредиты под такие разорительные проценты, говорит Дмитрий Янин. По его мнению, поправки позволят защитить интересы тех, кто взял деньги в долг и сейчас не может платить. А таких россиян, по оценкам Международной конфедерации обществ потребителей, сейчас около 9 миллионов. Екатерина Дворникова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.